Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Знаете, я хочу поделиться с вами одним очень ярким и сильным впечатлением. Пару дней назад я побывал в известном парке «Патриот» под Москвой. Это колоссальный комплекс, центром которого стал главный храм вооруженных сил России. Он целиком сооружен из металла, полученного от переплавленного оружия и военной техники, что символично. И вот вокруг этого храма выстроена длинная кольцевая галерея с 27 иммерсивными залами. Это такая технология, которая позволяет посетителям с максимальной полнотой погрузиться в атмосферу событий. Ну, в данном случае тех 1418 дней, которые наш народ прошел по пути к великой победе. И вот в этих залах достоверно воссозданы страшные картины войны. На экранах демонстрируются авианалеты фашистов на расписанных свастиками истребителях. Грохочут взрывы бомб, показывается видео с ползущими на нашей позиции немецкими танками. Во всю стену экспонируются документальные фотографии с заснеженных улиц блокадного Ленинграда с вмершими в лед молодыми женщинами, возле которых сидят их беспомощные младенцы. Это потрясает до глубины души. Осознание этого ада заставляет по-особому еще пристальнее взглянуть на то, что сегодня происходит на западных границах нашего государства. В эти дни, когда не только Россия, но и весь разумный, благодарный мир празднует День Победы склоняет голову перед подвигом героя Второй мировой, оказывается, не для всех очевидно, с чем борется наша армия, каким вызовом противостоит Россия, кто прикрывается мирными жителями в подземельях Азов-Стали, кто ходит колоннами с факелами и вскидывает татуированные фашистской символикой руки в нацистских приветствиях. Однажды, как мы помним, цивилизация уже стояла у края пропасти, фашизм уже почти торжествовал, распространяясь по планете. На его пути встал наш русский мир. Он нес решающий и самый весомый вклад в разгром нацизма. Но Гидра оказалась недодавленной. И вот вновь русская мотопехота штурмует Мариуполь, рвутся снаряды в окрестностях Донецка, летят мощные ракеты. На этот раз враг еще масштабнее и сплоченнее. Коллективный Запад, НАТО захватило все пространство, и территориальное, и политическое, и духовное, и культурное. Наступление НАТО двигалось как мощный каток. Североатлантический Альянс приблизился вплотную к границам России. Его идеология поражала наше общество, наши культурные, духовные основы, уничтожая великие технологии образования, нашу суверенность. Они хотели господства над территориями, господства над ресурсами, господства над этим огромным континентом. И они понимали, что им необходимо уничтожение нашего глубинного кода, который позволял русскому сознанию, нашему государству, воскресать после самых страшных поражений. На протяжении всей истории мы действительно переживали ужасные поражения. Наша земля страдала и от тевтонцев, и от польских нашествий, и от Наполеона. Но тем не менее, благодаря каким-то таинственным законам нашего сознания, опять мы воскресали, опять создавали новое государство, новую империю. Нам продолжали строить козни в новой истории, разжигая проблемные точки у нас подреберья. И тут мы тоже побеждали. Обе чеченские войны, особенно вторая, по сути, это победа над НАТО. Это они спонсировали и подначили мировой терроризм. Россия сосредотачивалась, крепла, копила силы, и мы показали коллективному Западу, что у нас есть чем защищаться, есть чем огрызаться. Мы вернули Крым. Это была очень весомая победа в русской истории. Это говорит о том, что этот глубинный победный русский код, он не сломлен, и он снова работает. Россия выдержала паузу с 2014 года. Она снова сосредоточилась, и вот время настало. Наши воины вновь показывают примеры немыслимого мужества и героизма, встав на защиту наших рубежей, спасая, по сути, наших же людей, над которыми гагдами измевались нацисты. И тут уже тоже действует все тот же глубинный русский победный код, который поднимает их на подвиг. Он в неброской, но пронзительно трогательной красоте нашей природы, в наших полях, перелесках, пении птиц, поэзии и песнях нашего народа. Он в наших духовных основах, самобытности, вере в Бога и высшую справедливость. Нынешняя схватка с Западом – это сражение двух миросознаний. Ведь что такое американская мечта? Это град на холме, это власть капитала, главенство материального над духовным, попрание чужих интересов, доминирование грубой силы, жажда мирового владычества. А русская идея, она определяется метафорой храма на холме. Мы другие. Мы веками стоим за веру, за справедливость, за торжество добра. Россия – это даже не страна, это цивилизация, это целый особый мир. Мы никогда не забудем той цены, которую мы заплатили за его сохранение. Мы свято храним память о подвигах наших отцов и дедов. Мы передаем это из поколения в поколение. Это у нас в крови. Мы выстоим и на этот раз, открыв совсем другие перспективы для развития нашей цивилизации. Победа будет за нами. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова